о преданиях человеческих и заповедях Божьих. Всё иудейство заключается от преданиях о подобных предметах. И если ты отвергнешь эти предания, то отвергнешь и все сие Бога. Таким образом, Христос показывает, что и обрезание должно уничтожить, впрочем, сам Он не внушает оставить этот обряд предпочтительно предпрочери. Потому что заповедь об обрезании всех древним произносит. Впрочем, сам Он не внушает оставить этот обряд предпочтительно предпрочери. Потому что заповедь об обрезании всех древнее прочих и более уважалась, но через учеников утверждает закон об его отмене. Обрезание так было важно, что и ученики, по прошествии уже многого времени, желая отменить его, делают это после предварительного рассуждения. Но смотри, как Господь вводит закон. И призвав народ, говорит Евангелист, сказал им, слушайте и разумейте. Не просто объявляет им этот закон, но почтительностью и снисходительностью располагает народ принятию слов своих, что показал Евангелист в слове призвав. Далее он пользуется благоприятностью времени. Начинает изрекать закон после того, как обречил фарисеев, когда народ удобнее мог принимать слова его. Притом он не просто призывает их, но и возбуждает их внимание. Разумеете, говорит он, то есть размыслите, обратите внимание ваше. Если фарисеи не своевременно нарушили закон для захоронения своих преданий, и вы их слушали, то гораздо более должны слушать меня в надлежащее время, получающие вас высшему любовному греху. Впрочем, он мне сказал, что разборчивость в пище ничего не значит, и что Моисей предписал ее напрасно или из снисхождения, а говорит в виде увещания и совета, заимствуя доказательства и самого свойства вещи. Не то, что входит в уста, говорит он, оскорняет человека, но то, что выходит из уст. Основываясь на самой природе, он и изрекает, и утверждает закон. Слыша это, фарисеи ничего не сказали вопреки. Но так как Христос совсем заставил молчать их, не только тем, что обличил, но и тем, что вывел наружу их коварство, обнаружив тайные дела их и сокровенные помышления, то они молча удалились. О преданиях человеческих и заповедях Божиих. Хотя он говорил это и для других, и для того, чтобы иметь самому оправдание против обвинителей, и вместе показать, что он сколько не припирался, но не имел успеха, тем не менее показывает, как много думали об этом предмете. Потому-то и сам Христос первоначально неправильно сказал о пище, а употребил выражение, что входит в устав. И после, когда по-видимому говорил об этом яснее, опять прикровенно заключил речь свою и сказал, а есть неумытыми руками не спирняет человека, чтобы слышавшие думали, что он с этого начал и об этом рассуждал для себя. Потому не сказал прямо, пища не сквернит человека, но говорил так, как бы рассуждал об умовении рук, чтобы фарисеи ничего не могли сказать вопреки. Услышав такие речи, соблазнились, говорится фарисеи, но не народ. Ученики его приступив, говорит евангелист, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, все соблазнились, хотя Господь и не к ним говорил. Что за Христос? Он не стал выводить их из соблазна, но укорил их, говоря, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Он знал, когда должно оставлять без внимания соблазны, и когда не должно. Так в другом случае он говорит, чтобы нам не соблазнить их, пойди в море, грозь уду, а здесь оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой видит слепого, то оба упадут в яму. Ученики говорили это не столько потому, что заботились о фарисеях, сколько потому, что сами несколько смущались. Но так, как сказать это от своего лица не смели, то желали узнать через повествование о других. А что они действительно и сами соблазнялись, это видно из того, что ревностные и всегда другие предупреждающие Петр подходят и говорят Иисусу, «Изъясни нам притчу сию», открывая свое душевное смущение, но не осмеливаясь явно сказать, «Я соблазняюсь». Он просит изъяснения, дабы избавиться от этого смущения, за что и подвергся укоризне. Спасибо.